Сроки капитального ремонта многоквартирных домов, новая система вывоза и переработки твердокоммунальных отходов, пассажирские перевозки, лекарственное обеспечение и многое другое. В Доме правительства прошла встреча губернатора с региональным советом по развитию гражданского общества и правам человека. И мы предлагаем обсудить указанные вопросы и предложения по их решению в ходе нашей сегодняшней встречи, ну и тем более детально обсудить концепцию деятельности Совета правительства гражданского общества и правам человека, не забывая, конечно, о проблемах, которые есть у нас в муниципальных областях. Сегодня прошла вторая встреча Совета в данном составе. В него вошли 23 человека. Это руководители и члены общественных организаций, представители СМИ, блогосферы, бизнеса, гражданские активисты, омбудсмены. Планы грандиозные на самом деле, то есть именно брать самые острые темы, обсуждать их, привлекать экспертов в этой сфере и находить уже какие-то реальные выходы и какие-то реальные решения. Члены Совета обсудили ряд проблем, которые сегодня волнуют жителей области. Среди самых острых это повышение тарифов на вызов твердых бытовых отходов, вопросы лекарственного обеспечения, транспортного обслуживания, организация контроля за питанием в детских садах и школах, защита прав дольщиков. Совет по развитию гражданского общества и правам человека должен стать площадкой не только по обсуждению насущных проблем ульяновцев, но и по поиску их решения. Для этого будет создана целая стратегия. У нас действительно принята стратегия развития Ульяновской области до 2030 года. И, наверное, нам тоже стоит задуматься над тем, что нам необходима и стратегия в области защиты прав человека. Проект такой стратегии мы совместно с общественными организациями разработали. Готовы вам представить и представить всем участникам и всем членам Совета для дальнейшего обсуждения, внесения предложений. В итоге специальный документ должен стать дорожной картой до 2030 года для последовательного решения острых социальных проблем всех категорий граждан, особенно когда вопросы касаются незащищенных слоев населения. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.